Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за то, что вы стояли в той страшной войне, возвратили израненную страну. В этот великий день победы мы вам пожелаем крепкого счастья, здоровья и многолетия, внимания и любви родным и близким людям. Почти праздника в день победы отмечает вся страна, надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на топе свинных палат, и, вздыхая у порога, следом бабушки глядя. В нашей семье есть два прадедушки. Молосай Николай Никитович, Земьянский, Федор Акимович. Они прошли всю Великую Отечественную войну, от начала до конца. Закончили ее в Берлине, а также у них есть множество орденов и медалей. Мы благодарим наших дедушек за победу. Поздравляем всех с праздником Победы! Ветер войны. И вспыхнет вдруг ракетный свет, а Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горкий ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Коля мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война, и русское родное поле приносит ветвь. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но нас продолжают ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в дальнее село, мальчиков без усов, не пришло. Раз в село, представляю по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сына услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его с собой. Все боялась. Вдруг он упает. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» Кричали земляки. «Алексей!» Простили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просил мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив-здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома ей сочудилось кино. Все ждала. Вот-вот сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучился сын из войны. Мой прапрадедушка С. Харитон Сидорович. В старых архивах нахожу документ. На чего же полезен порой интернет. Белый лист, и на нем текст печатный лежит. И мне каждая буква про деда кричит. Там и строчек-то восемь всего написали. Но про дедушку главное мне рассказали. Он связист был. И только казалось бы что-то. И не пыльная вроде бы эта работа. Но сквозь слезы читая, прорыв устраняя. Связь наладил солдат. С собой рисковал. Дед, о чем же ты думал в ту жуткую ночь? Чтобы выжить и родине как-то помочь? Или дом вспоминал и в молитве горячей. Шел вперед на врага, страх за пазуху пряча. И прости меня, дед, что спросить не успел. Как ты выжил, родной, под весенним обстрелом. И теперь правночки брови нахмурят. И тихо шепчет у фото спасибо, дедуля. Автор стихотворения «Цех Виктория». Спасибо нашим старикам за то, что выросли мы в мире. За то, что вы создали нам. За жизнь времена благие. С днем историческим мы вас хотим поздравить. С днем победы. Храним мы в памяти всегда. Ваш опыт много раз воспет. Спасибо, дорогие ветераны. Вы беспощадно встретили врагов. Варивали в дождь, грозу, бураны. Спасли много сел и городов. Пусть будет с вами счастье, мир и свет. Пусть не болят от битвы страшные раны. Для нас, почетных, примера в мире нет. Чем вы, герои наши ветераны. Мы помним, мы гордимся. Дорогие наши ветераны. Пусть заживут на сердце раны. Пусть каждый день будет счастливым. Здоровья вам, побольше силы. Мы помним, мы гордимся. Маски прянули день победы. А и царь и шатана. Одевают наши дети. А и ей одна. Тут а вот голога, а лоечек и палат. И я думал. Два погода, цветы бабушки и дать. Слышите, громит салют. Героям славу отдают. Жизнь положившим на войне За мир на дорогой земле. Чтоб день победы наступил. Народ наш подвиг совершит. Слава солдата, павшим в войне, Душа и жила в вечном огне. Май, под пустынки ветер птицы. И палат идет в столице. Балдинаков, погаим, деды. Поздравляем! Ждем победы!